всем доброго времени суток вы на канале домашних зазов и сегодня я хочу вам рассказать о ярмарке насекомых которая проходила выходные в москве это конечно же райда для таксидермистов и для любителей бабочек огромное количество разнообразных бабочек которых можно поместить в рамочку которые будут радовать вас а также были живые животные такие же как улитки охотины я ходил на эту выставку с определенной целью сейчас мы до нее дойдем я вам все подробно расскажу ну а вообще на самом деле это выставка ярмарка больше для энтомологов они таксидермистов потому что в основном продавались конечно же прекрасные засушенные виды бабочек наслаждаемся красотой ну и помимо бабочек были было представлено огромное количество всевозможных жуков у меня парочка есть и брал раньше это конкретно те что продавались на этой выставке и и Ну а вот переходим, собственно, к тому, зачем я туда приехал. Я приехал докупить хищных растений у того же самого замечательного нашего Серёжа. Ссылочку на него я оставлю в описании. И купил я именно рысянки. Но в продаже также было огромное количество венериных мухоловок, сарацений и непентесов. Но свои мухоловки, ой, мухоловки, свои рысянки я покажу вам в следующем видео. Но я буду уже сразу с пересадкой. А также было огромное количество как сувенирной продукции, так и раскопок древности. А именно вот таких замечательных окамбинелостей. Ну и куда же деться без живых лягушек? Замечательные живые лягушеньки были также представлены на данной выставке, которых можно было купить себе домой. И муравьи. Что меня радует, это огромное количество всевозможных видов муравьёв. Кстати, кто не видел новости, погуглите. Недавно таможня задержала огромное количество незаконно возимых муравьёв в стеклянной пробирке. Ну, а у меня есть вот из подобий вот таких жучков. На такой же бумажной подложечке, завёрнутый в целлофанчик. Ну, или не в целлофанчик, ну, в какой-то, ну, типе целлофана. Вот как раз-таки галяв, один из тех жучков, которых у меня, которые есть в моей коллекции. Про бабочек думал, честно. Еле сдержался, но пока никого не купил. Но обязательно заведу себе что-то подобное красивое в рамочке. Ну, а также можно было приобрести одну из отек. Точнее, их, по-моему, продавали по четыре штуки. Самого обыкновенного зелёного богомола. Я не помню, как он правильно называется. Даже можете меня ругать за это. Не очень я разбираюсь в насекомых на самом деле. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, а вот она та сувенирная продукция, о которой я говорил. Это замечательные изделия из кожи, ремни, кошелёчки, портмоне, визитницы, кардхолдеры и обложки на паспорт. Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо большое, кто досмотрел данное видео до конца. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И пишите комментарии, о чём снять следующее видео.